Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Почему я не слышу алейкум салям? Это же так просто. Итак, мы дошли до третьей части. В ней говорится о мире вокруг нас. Всевышний Аллах говорит, знамением для них является мертвая земля. Чудесным знамением для них является мертвая земля. Как это связано с предыдущим аятом? До этого Всевышний сказал, что все будут собраны перед Аллахом. И, кстати, самым явным напоминанием о том, что Аллах оживит наши тела, является мертвая земля. Далее Аллах говорит, которую мы оживили и извлекли из нее зерно, которым они питаются. Какие же удивительные слова. Аллах говорит, все вы будете собраны передо мной в судный день. И напоминанием об этом дне является земля, из которой выходят зерна, и которыми вы питаетесь. Другими словами, когда вы едите по утрам хлеб, рисовую кашу, кукурузные хлопья, салат или фрукты, вы тем самым словно едите напоминание о судном дне. Вы в прямом смысле употребляете в пищу то, что каждый год вновь и вновь оживает, так ведь? И, кстати, в аяте говорится о зернах. Когда вы едите большинство видов фруктов, что застревает у вас в зубах? Косточки? Другими словами, зерна, которые словно говорят вам, помни о судном дне человек, а не только наслаждаясь этим фруктом. Ты такой же, как я. Получается, каждый раз, когда вы едите фрукты, вы как будто слушаете хутбу. И удивительно то, что в искусственных фруктах, содержащих ГМО, вы не встретите косточек. Разве это не поразительно? Как будто это совершенно нормально. Если вы почувствуете неудобство от косточек и зерен в плодах, поскольку это напоминает вам о чем-то очень важном, субханаллах, самое главное напоминание в жизни каждый день проходит через наши глотки. Затем Всевышний Аллах говорит о том, что Он уже говорил ранее. Поистине мы оживляем мертвых. И вот Аллах, Велик Он и Возвышен, снова говорит про воскрешение. Только теперь речь идет о мертвой земле, которую Он оживляет. Я хочу, чтобы вы поняли здесь кое-что. Когда Аллах говорит в Коране о природе, Он всегда проводит параллели с чем-то другим. Это нелегко понять, однако для людей, которые привыкли размышлять и глубоко задумываться, это не представляет трудности. Когда Аллах говорит о природе, Он наряду с ней всегда имеет в виду что-нибудь еще. Скажу проще. Когда Аллах говорит о небе, дожде или земле, то речь идет не только о небе, дожде или о земле. В данном аяте Всевышний говорит о земле, которая заново оживает, однако на самом деле речь идет о воскрешении людей. Непременно должна быть связь между естественной, природной и духовной реальностями. Это встречается в Коране сплошь и рядом. Они неотделимы друг от друга. Ранее в этой суре Аллах говорил о мертвых людях, подразумевая, что их сердца, их души мертвы, а Он вернул их к жизни. Как тот одинокий парень, страшащийся Аллаха в тайне, который стал верующим, или тот человек, прибежавший с окраины города, который не только сам стал верующим, но еще и хотел других призвать к вере. Так ведь? Значит, так же, как Аллах оживляет мертвую землю, Он оживляет и сердце верующего. Но помимо этого, Аллах говорит, что Он также оживляет зерна, которые мы употребляем в пищу, и из которых получаем пользу. Как тот верующий, который духовно ожил и захотел принести пользу другим. Здесь проведена параллель между землей и верующим. И эту параллель можно увидеть и в других аятах Корана. К примеру, в суре Фатхи сподвижники сравниваются с созревшим урожаем. Хорошо. Идем далее. Всевышний Аллах говорит, «О, как же я люблю эту часть!» Мы создали на ней сады из финиковых пальм и винограда. И заставили биться в них источники. Из земли начали бить источники. Я хочу, чтобы вы представили эту картину. Пальмовые деревья, виноградники, водопады. Когда еще в Коране говорится о пальмовых деревьях, виноградниках и водопадах? Когда идет описание рая, не так ли? И здесь использованы те же самые слова, но теперь, чтобы описать блага этого мира. Почему? Потому что этот мир должен стать преддверием для рая. Кстати, рай – это духовная истина, так ведь? Однако пальмы, водопады, виноградники – все это материальная истина. Я говорил вам, что каждый раз, когда Аллах рассказывает о материальных истинах, Он связывает их с духовной истиной. Я хочу, чтобы вы поняли эту связь. Рай не был бы столь желанным и мотивирующим, если бы Аллах не описал его словами, которыми описана мирская жизнь. Я повторю, рай не был бы столь мотивирующим для нас, если бы Аллах не описал его земными понятиями, если бы Аллах не сказал «Они будут есть там фрукты, какие пожелают». Хм, здорово! А также мясо птиц, от которых пальчики оближешь. Они попробуют кусочек курицы и мгновенно все уплетут. Они будут лежать, облокотившись на прекрасных ложах. Если вы понятия не имеете об изысканных фруктах, если вы не знаете, какие вкусные напитки бывают на свете, если вы никогда не видели финиковых пальм или водопадов, то все эти аяты о рай нисколько вас не тронут. Они не будут ничего значить для вас. Дело в том, что все эти описания имеют значение только по причине того, что Аллах создал их подобие в этом мире. Даже несмотря на то, что духовная истина рая необъятна совершеннее, чем все, что есть в этом мире. В раю будет то, чего не видели глаза, чего не слышали уши, чего даже не представлял себе человек. Тем не менее, этим нам дано почувствовать преддверие, своего рода дуновение рая. В предыдущем аяте Аллах использовал в качестве примера землю, чтобы дать нам представление о верующем. А в этом аяте Аллах дает нам понять, куда попадет верующий – в рай. И поэтому Он рассказывает нам о пальмах, виноградниках и так далее, чтобы мы представили себе образ рая. По сути, Аллах говорит нам, «Послушайте, почему вы не хотите попасть в рай? Разве я не рассказал вам, что вас ждет в раю? Неужели это не заставляет вас стремиться попасть в него? Вы должны хотеть попасть в рай только благодаря тому, что вы видите в мирской жизни? Вы должны созерцать прекрасные виды в этой жизни – водопады, сады и прочее. И задуматься, если Аллах создал все эти чудеса в мирской жизни, то что же Он сотворил в раю? Вы поднимаетесь на прекрасные и величественные горы, сидите под пальмами. Кстати, пальмы – это нечто прекрасное. Просто сидеть возле них – уже удовольствие. Вы чувствуете комфорт и расслабленность. Не знаю, почему так, но я точно знаю, что не благодаря наркотикам ты чувствуешь расслабленность в Калифорнии. А благодаря пальмам. Что-то в них есть такого особенного, чего не выразишь словами. Признаюсь вам честно, я не любитель погоды в Хьюстоне, так же, как я не люблю погоду в Карачи. Но все же здесь мне нравится кое-что. Когда едешь по трассе, возле супермаркета ты видишь большую пальму. Пальмы делают меня счастливым. Особенно, когда приезжаешь из Далласа, где одни только кустарники. Далее Аллах говорит. Получается, Аллах создал все это на земле, чтобы люди просто ели из ее плодов? И все? Это все, чего они хотят? И при этом они не создали все это своими руками. Кстати, тут сказано. Среди ученых есть разногласия по поводу того, к чему возвращается местоимение Ху. Некоторые из них говорят, что слово Ху относится к источникам воды, бьющим из земли, чтобы они могли есть фрукты, которые вырастают благодаря воде. Разумеется, они не сотворили воду своими руками. А что люди могут сделать своими руками? Они могут посеять зерна своими руками, скопать землю, но они никак не смогут сотворить воду, бьющую из земли. Это очень важный момент, поскольку мы знаем, что физическая истина всегда связана с духовной. А вода в Коране сравнивается с самим Кораном. Коран был неспослан с небес, и вода тоже приходит с небес. Коран оживляет мертвые сердца, и вода также оживляет мертвую землю. Вода постоянно сравнивается с Кораном. Вода не только сама по себе чистая, но она еще и очищает все остальное. Только благодаря ей на земле поддерживается чистота. И книга Аллаха также сама по себе чистая, и она очищает сердца людей. Таким образом, идет сравнение воды и Корана. И теперь Всевышний говорит, чтобы они ели из плодов земли, взращенных благодаря воде. Однако они не создали воду своими собственными руками. Точно так же, как в начале суры, мы понимаем, что Коран – это не творение человека. Видите, как все переплетено друг с другом? Это что-то сногсшибательное. Когда я все это изучал, я чувствовал себя одновременно счастливым и взбешенным. Я спрашивал себя, «Почему я раньше этого не видел? Это же так великолепно!» И далее Аллах говорит, «Неужели они не будут благодарны?» Теперь мы подошли к концу аята, где говорится, «Неужели они не будут благодарны?» Мы осознаем, что Аллах призывает нас быть благодарными не только за дарованные нам фрукты. Он просит нас быть благодарными в общем, за все материальные блага, окружающие нас. Но так же Он призывает нас к благодарности за что? За духовную истину. То есть за книгу Аллаха. Мы знаем аят, месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. Что говорится в конце? Чтобы вы были благодарны. Благодарны за что? За Коран, поскольку Рамадан – это месяц Корана. Основная задача Рамадана в том, чтобы мы были благодарны за Коран. В этом главная его суть, а не в люля-кебабе или лохмаджуне. Некоторые считают, что это мнение ханафитов. Нет-нет. Цель Рамадана – это прославление Корана. Это главное, и поэтому мы должны быть благодарны за то, что у нас есть. Вода, не делая их рук. Так же, как и откровение. Вода приносит жизнь, и откровение также приносит жизнь. Вода, ввиду того, что она сравнивается со словом Аллаха, оживляет мертвую землю. И слово Аллаха однажды тоже воскресит людей. Субхан Аллах. Итак, мы переходим к совершенству Аллаха. Никто и ничто не сравнится с Аллахом. И Всевышний создал воду, с которой также ничего не сравнится. Далее Аллах говорит. Как же часто этот аят неправильно переводят. Но сначала я приведу неточный, на мой взгляд, перевод. А затем более правильный вариант. Причист и далек от всех недостатков тот, кто сотворил все парами. Итак, пинджабский перевод гласит. Аллах сотворил все парами. Так переводят пинджабцы из Равал Пинди. Извините, пинджабцы. В 90-е я жил там. Так что расслабьтесь. Расслабьтесь. Все нормально. Итак, он сотворил все сущее парами. Каждое творение имеет пару. Он сотворил парами то, что выходит из земли. Их самих и то, чего они не знают. Аллах создал все сущее парами. Один мне пишет. Брат, в Коране говорится, что все сотворено парами. А как насчет амебы? Или вирусов? Или одноклеточных организмов? Я такой. Ох, пожалуйста, не так много слов. Мой дядя очень любил много разговаривать на пинджабском языке. И поэтому я навсегда запомнил эту пулеметную очередь из слов. Хотя я даже не знаю пинджабского. Когда я вижу такие письма, я тут же вспоминаю своего дядю. Я не хочу злиться на этого человека, хотя я должен был бы. Но некоторые вопросы, ну, просто эпичные. Как же Коран мог упустить амебу? И плюс к этому он прикрепляет к письму файлы джипег. На случай, если я не знаю, как она выглядит. Итак, Аллах создал все творения парами. Однако слово «азуадж» означает не только пары, но также означает группы, которые дополняют друг друга. В Коране оно встречается в этом значении тоже. Речь идет не о парах, а о группах. Вы состояли из трех групп, которые дополняют друг друга. Каждая группа дополняет другую. Речь не идет о парах. Аллах сделал все творения взаимодополняющими друг друга. Вот что имеется в виду. Все составляющие экосистемы взаимодополняют друг друга. Планеты, галактики, части тела взаимодополняют друг друга. Супруги дополняют друг друга. Семьи, соседи, страны и так далее. Аллах говорит, мы сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Все это относится к словам. И даже то, что выходит из земли. Знаете, дело даже не в том, что есть два вида яблок или два вида апельсинов. Да, это может быть так. Однако все намного глубже. Есть растения, которые могут расти только в определенной среде. И другие растения могут расти только поблизости от этих растений. Они не могут расти сами по себе. Они нуждаются в других растениях, которые обеспечивали бы им тень, влагу или питательные вещества. Также бывают растения, которые могут расти только на поверхности других растений. Некоторые птицы могут жить только на определенных видах деревьев. Значит, они… Аз-зауч с этими деревьями. Аллах сделал так, что творения нуждаются друг в друге. Однако Аллах совершенный. Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Вот какой смысл в этом аяте. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что каждое творение нуждается друг в друге. Земля нуждается в облаках, облака нуждаются в ветре. Посмотрите, как Земля нуждается в Солнце, и как она нуждается в Луне. Субханаллах. И в вас самих. Аллах создал в нас части тела, которые зависят друг от друга. Обычно, когда говорят о парах, то имеют в виду мужчину и женщину. Однако все намного шире. Это намного более широкое понятие. Хотя это очень важная часть нашей жизни. Для чего Аллах сотворил из вас самих жен для вас? Чтобы вы находили успокоение друг в друге. Думаю, больше нечего добавить. Продолжим. Но наряду с общими различиями и противоречиями между творениями, которые дополняют друг друга, также есть противоречия, дополняющие друг друга внутри меня. Аллах говорит «И внушил ей, душе, порочность и богобоязненность». Он вложил в меня желание делать все, что я захочу. И также Он вложил в меня способность к воздержанию и соблюдению границ. Он вложил в меня энтузиазм и в то же время сдержанность. Он дал мне это тело и дал мне душу. Внутри меня одни пары, дополняющие друг друга. Я не только тело, но еще и душа. Аллах даровал мне сердце, в котором живет вера, богобоязненность. И еще Аллах дал мне разум. Он даровал мне чувства здесь, а способность мыслить вот здесь. Он сочетал сердце с разумом в одном теле. Поэтому послание должно быть эмоциональным и ясным с интеллектуальной точки зрения. Аллах даровал мне руководство. При этом, постичь его я должен сердцем и разумом. Он сочетал послания с посланником. Только одного из них недостаточно. Он создал ночь и день. И эту жизнь с ее пальмами, виноградниками, водопадами. Аллах сочетал их с чем? С пальмами в раю, с виноградниками в раю, с водопадами в раю, с курицей и лососем в раю. Он сделал все это парами. Вот что он делает. Единственный, кто не нуждается в паре, кто не нуждается в дополнении, это Аллах. Поэтому и сказано в начале аята, как же причист и совершенен тот, кто создал творения нуждающимися друг в друге. В то время, как он не нуждается ни в ком и ни в чем. Все становится на свои места, когда вы осознаете, что эта жизнь является парой для следующей. Что я имею в виду? Когда Аллах говорит о материальных творениях этого мира, они всегда связаны с духовными истинами следующего мира. И знамением для них является ночь. О, как же мне нравится эта часть. То, над чем им стоит задуматься, и одним из важных знамений для них является ночь. Ночь, которую мы отделяем от дня. Вы знали, что в Коране Аллах сравнивает заблуждение с ночью, а прямое руководство с днем? День и ночь – это физические явления, но, опять же, они связаны с духовными истинами. Какими? Ночью подавляется заблуждению, а день – прямому руководству. Всевышний говорит, Он выводит их из мраков к свету. Мраки – это ночь, свет – это день. Так ведь? Итак, Аллах говорит, что знамением для них является ночь, из которой извлекается день. Вспомним, что было сказано про арабов. На протяжении многих поколений они пребывали во мраках ночи. И кто был отделен, кто был выведен из их числа? Посланник Аллаха, мир ему и благословение, которому Аллах даровал свет. Они должны были увидеть этот свет и начать размышлять о ночи и дне, о том, как Аллах вывел их из мраков к свету через посланника Аллаха, мир ему и благословение. Даже это связано с духовной истиной. Но послушайте, как прекрасно заканчивается этот аят. Аллах говорит, «Но вот они сами погружаются во мрак». Музлимун означает «быть темным». Послушайте, только что был день. Они должны светиться, о них должно быть сказано. Однако Аллах говорит, что они музлимун, погружены во мрак. Почему? Настал день, явился Коран, блестящий, лучезарный, рассеивающий мрак, но все равно они решают закопаться в землю, спрятавшись в темной яме. А, понятно. Видимо, это потому, что на них покрывало сверху, а спереди и сзади стена. И поэтому к ним никак не может проникнуть свет. Откуда я это взял? Из начала суры. Аллах явил им свет, но они сами решили остаться во мраке. Но вот они погружены во мрак. Кстати, комментаторы обращают внимание на то, что было сказано не… а… Если бы было сказано «юзлимун», то смысл был бы таков. Они пробудут во мраке некоторое время, а затем наступит следующий день. Однако Аллах говорит «музлимун», что указывает на неизменное состояние. Тут мы видим переход от физического примера ночи и дня к духовной истине, говорящей о том, что они навсегда останутся во мраке. Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не уверуют. Они навечно останутся во мраке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...